До конца года в Сыктывдинском районе появится центр тестирования ГТО. Он станет уже восьмым в коме. Откроют его в Вильгарте. Однако специальная судейская коллегия готова выезжать и в другие населенные пункты, чтобы на местах принимать нормативы. Муниципала уверена, это поможет привлечь к сдаче комплекса ГТО не только школьников, но и взрослых. Виктория Палкина подробнее. Давай, 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 забегай, забегай, забегай. Вильгардские школьники готовятся к районному осеннему кроссу. Работают над скоростью и выносливостью. Все это пригодится не только в забеге, но и при сдаче комплекса ГТО. В этом году в обязательном порядке тесты проходят учащиеся седьмых и девятых классов. Впрочем, главная цель этого масштабного российского проекта – привлечь в спорт как можно больше людей. Первый важный шаг уже сделан, говорят специалисты. Третий урок физкультуры, который ввели в школах четыре года назад, дает свои плоды. У нас дети очень любят физкультуру. У нас порчасы ходят на физкультуру постоянно, с таким большим желанием. И мальчики, и девочки. Мальчики любят и подвигаться, и в спортивные игры поиграть, и побегать. Девочки тоже. Даже иногда есть желание у девочек поиграть даже в футбол. В этой школе райцентра сегодня созданы все условия для подготовки к сдаче комплекса ГТО. Есть спортивные и тренажерные залы, игровые уличные площадки и турники. В этом году здесь планируют открыть еще и тир. Помещение уже подготовили. Бывшие школьные мастерские соответствуют всем требованиям. Для учащихся начальной школы будет закуплено лазерное стрелковое оружие, так как они дети еще младшего школьного возраста. Остальные дети будут выполнять стрельбу из пневматического оружия, как этого требует норма комплекса ГТО. Комплекс ГТО. Это 11 упражнений. Часть испытаний в обязательном списке, часть на выбор. Для сельских районов проблемы возникают с плаванием. Сегодня в коме бассейны есть только в городах. Поэтому сельчан смогут готовить лишь к базовым спортивным тестам. Для этого в том же циктовении тренировочные площадки откроют во всех школах. Пока лишь 40% учреждений оборудованы тренажерами. Есть проблемы и с кадрами. В населенном пункте еженедельно, если зал будет у нас открыт, определено место уже, да, то должен человек руководить данным процессом. Поэтому здесь мы работаем с главным поселением, которые будут определять ответственных уже. И те ответственные будут уже, как бы, в это время работать со всеми желающими в спортивных наших залах. Нехватка помещений и спортивных специалистов – проблема не только с Иктвидинского района. Спортивные залы школ и небольшие физкультурные комплексы в муниципалитетах сегодня загружены под завязку. Трудности есть и с медицинским сопровождением. В республике лишь три центра тестирования получили федеральную поддержку на оснащение. Два из них – в столице Коми. Результат не заставил себя ждать. Первые в новой истории ГТО золотые значки получили пять учащихся Сыктывкарской гимназии номер один. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган.